Президент Самбо-70 Ренат Лайшев рассказал о причинах тренерских успехов Этери Тутберидзе. Ранее Лайшев сообщал о выходе отделения «Хрустальный» из структуры организации. Почему Тутберидзе ушла из Самбо-70? Это не она покинула, это решение московского руководства, где решили разделить и объединить все виды спорта. Скажу так, работники спорта пока сами не понимают, для чего это сделано. Ее никто не спрашивал. Представьте, она находится в Беляево, а глава организации в Медведково, где и федерация коньков. Теперь всех объединили по профессиональному признаку – футбол с футболом, борьба с борьбой, фигурное катание с фигурным катанием. До Самбо-70 у Тутберидзе не было таких результатов, а затем за 12 лет 4 олимпийские чемпионки, 6 чемпионов мира и штук 10 чемпионов Европы. Полный набор, который есть. Зачем было что-то менять, я не понимаю. Руководство меня поймет, они могут говорить, что это заслуга Тутберидзе, тренерского штаба или федерации. Но по документам весь результат получился при объединении со школой Самбо-70. «Я должен защищать свой коллектив, если ему не отдают должное. Это исключительно заслуга нашей школы», – заявил Лайшев. Сегодня исполняется 40 лет знаменитому фигуристу, двукратному олимпийскому чемпиону, серебряному призеру Игры 2002 и 2010, трехкратному чемпиону мира и семикратному чемпиону Европы Евгению Плющенко. Но мало кто знает, через какие испытания в юности ему пришлось пройти. Некоторые подробности сам Плющенко и рассказал. «Евгений, какой поступок юности сейчас точно не смогли бы повторить?» Ух, какие вы вопросы задаете! Да все бы повторил, даже если бы знал, что школу фигурного катания в Волгограде закроют и придется переезжать в Петербург. Все равно бы туда записался. Снова уехал бы от родителей, собирал бутылки, сам себе варил суп, прошел через дедовщину и снова, наверное, одолел бы этот путь. «Евгений, мы прочли вашу книгу. И как вам?» «Есть недоговоренности? Так спрашиваете. Как понимать вашу фразу о собственных молодых годах бродяжничал?» Могу рассказать. После утренней тренировки была школа, куда ходил крайне редко, потому что попал в компанию старших ребят, которые курили, выпивали, дрались и занимались черти чем. Вот это называлось бродяжничество. Скажите, когда для вас закончились, например, сигареты? С чего вы взяли, что они закончились? Курите до сих пор? Да. Первый раз затянулся в 7 лет отцовским беломором. Мама наказала, но через неделю в школе с пацанами подобрал какой-то бычок и докурил. Дома родители учуяли запах, усадили за стол и предложили купить блок хороших сигарет, только чтобы курил при них. Я расплакался, пообещал, что курить больше не буду, но, к сожалению, продолжил. Все старшие вокруг не расставались с табаком. Евгений, фигурному катанию это не мешает? В чем-то даже помогает. А сами хулиганили? Еще как. Из окон поезда кидали в людей на платформе огурцами и яйцами. Срывал стоп-кран, в метро нырял без жетона. Денег не было. Милиция ловила частенько. Ну что сделаешь с несовершеннолетними? Ну на учет могли поставить. Обошлось. Евгений, видели сюжет о вашей юности в питерской коммуналке с тараканами, мышами и соседними алкоголиками. Что я это выдержал? Ничего особенного. Я был маленьким. Не знал в Питере счастливой жизни. Но стояла цель занять первое место на Олимпийских играх. Стать классным спортсменом. Меня берет ужас, когда думаю о своих родителях. Как они-то все это вытерпели? Мама уехала в Петербург вслед за мной, а отец остался с сестрой. Работал на нас. В Волгограде мама была наездами, когда я отправлялся на какие-то соревнования. Евгений, а какой самый жуткий штрих из того времени? Да их миллион. Помню, как проснулся с утра. Мама, дай поесть. И услышал в ответ. У нас только одно яблоко. Разделили напополам. Проживал половинку и побежал на тренировку. Мне было 12 лет. Многого не понимал. А потом стало легче. Сложнее. Денег вообще не было. В квартире пьянки не прекращались. Стены ломались. Перегородки были картонные. Когда картонка падала, в нашей комнате оказывалось 3-4 нетрезвых мужика. А много было соседей? Очень много. Мы сменили не одну коммуналку. До сих пор захожу к некоторым соседям и не застаю в живых. Алкоголь добил. Скажите, есть рецепт, как справиться с голодом? Когда организм растет, а нагрузки большие, справиться невозможно. Знаю по себе. А вы хотели бы, чтобы сын через такое же прошел? Мой сын должен пройти через достаток, чтобы у него была хорошая школа и педагоги. Раньше нушали, что мы должны тренироваться в плохих условиях. А сегодня понимаю, что это чушь. Можно заниматься на теплых кортах или катках и добиваться результата. Скажите, в достатке характер закаляется? Он закладывается родителями и тренерами. В Волгограде-то у нас все было. И машина, и квартира, и дача с гаражом. Отец работал, мама занималась мной и сестрой. Но была с детства поставлена цель, и я добивался. Правда, чтобы результат получился, родители должны требовать. Крайне редко ребенок вкладывается сам. В книжке вы пишите о дедовщине, что, мол, раздевалка для меня превратилась в тюремную камеру. А потом добавили, ни на кого зла не держу. Почему? В тот момент, конечно, мне хотелось их разорвать, но не было сил. Это можно сделать сегодня. Только зачем? Я выше этих людей. Они меня воспитали, научили злиться, сделали сильнее. Тогда я доказывал своими прыжками, что лучше их, а они распалялись еще больше. Поэтому мне вновь доставалось. Евгений, Мишин был прав, делая вид, что не замечает дедовщину. Об этом спросите у Мишина, но сегодня в раздевалках дедовщины нет. Я, став старше, однажды туда зашел и сказал, что ничего подобного больше не будет. Евгений, встречаясь с давними обидчиками, почему-то здороваетесь? С некоторыми играете в бильярд? Повторяю, я выше их. А что мне делать? Избить? Это элементарно. Дашь задание, их и забьют. Без проблем. А хоть один извинился перед вами годы спустя? Думаю, им просто неприятно. Я со многими из них разговаривал и слышал в ответ. Да, они совершили ошибку. Ну и хорошо. Среди тогдашних обидчиков был Ягудин? Леха тоже что-то творил. Делал какие-то гадости. Ничего страшного. Евгений, это не он приложил к вашему плечу раскаленный кипятильник? Нет, кипятильником дотронулся парнишка из Кирова. А были мы на соревнованиях в Перми, кажется. Скажите, история вашего противостояния с Ягудином тянется именно с тех лет? Ну да, все шло от раздевалки. Не скажу, что Ягудин очень уж надо мной издевался. Три года разницы не так много. Были люди гораздо старше. Дядьки, которые оскорбляли и унижали по-настоящему. Били коленом, например, доставалось. Фигуристы из группы Этери Тадберидзе, Евгения Плющенко и Алексея Мишина выступят в командном чемпионате России по прыжкам, который пройдет 4 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила Федерация фигурного катания России. Тренеры выведут на лед команды, сформированные из воспитанников своих школ и приглашенных спортсменов. Участие примут фигуристы из одиночного и парного катаний. Также в рамках соревнований пройдет личный турнир, где будут определяться чемпионы среди женщин и мужчин, а также абсолютный победитель вне категорий. На третьем этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани девушки завершили выступление в короткой программе. Лучший результат показала москвичка Софья Титова из Академии Ангела Плющенко, получившая за свой прокат 74,37 балла. Второй стала Дарья Садкова из Республики Мариэл, 70,47 балла. Третье место заняла петербургская фигуристка Надежда Пантелеенко с суммой 66,94. Отметим, что Китова чисто исполнила каскад тройной аксель-тройной тулуп, став единственной, кто включил в программу элемент ультра-си. Олимпийская чемпионка в фигурному катанию Алина Загитова показала кадры новой фотосессии. На снимках фигуристка изображена в черном пиджаке, надетом на голое тело. Такое ощущение, что на этой фотографии не я, но как бы непривычно она не выглядела, этот образ отражает одну из сторон моего характера, написала Загитова. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в программе Доброе утро рассказала о работе ведущей в шоу Ледниковый период. Конечно, для меня это что-то совершенно новое. Впервые я, можно сказать, по другую сторону льда. Погрузиться сразу в такой большой проект это огромная удача и огромный опыт. Там нет времени раскачиваться, чему-то по чуть-чуть учиться, сразу в бой, сразу весь день съемки, сразу стараешься учиться всему и конечно совершенствоваться и не подкачать, чтобы соответствовать проекту. И с Алексеем Ягудиным очень легко, приятно работать. Он всегда подсказывает, поддерживает и такая всегда позитивная атмосфера. И с Алиной Загитовой, с которой мы очень хорошо общаемся, тоже мне легко работается. Так что команда просто замечательная. Здесь, как в фигурном катании, это спорт прежде всего, но совмещенный с искусством. Вот как мне всегда хотелось это совмещать. Так и там участники, они все такие в основном творческие личности. Для них очень важна творческая составляющая. Они очень отдаются своим номерам, прямо проживают их. Это очень видно. Мне многому еще нужно научиться. Ведущий должна чувствовать себя уверенно. Нужно правильно себя вести в кадре. Правильно себя подавать. Правильно говорить. Очень много важных советов, которые мне помогают. Помогает ли Алина Загитова? Конечно. Мы же давно с ней знакомы. Лет 7 точно. И довольно много общаемся. Особенно в последний год-два. И нам, конечно, очень комфортно вместе работать. Алина тут уже третий сезон и многие моменты мне подсказывают. Она здесь уже все знает, что и как нужно. И мне проще вливаться в коллектив, когда рядом Алина, которая всегда поможет, подскажет. Мне очень сложно сказать, что будет через несколько лет. Все очень стремительно меняется. После соревновательного сезона я поставил себе цель пробовать все новое, стараться делать это не просто как-то поверхностно, а стараться везде показать свой максимум и понять, в каком направлении мне интересно развиваться дальше. Я знаю, что я делаю сейчас. И обычно это проекты, которые будут меня занимать в ближайшие несколько месяцев. А что будет дальше, я пока не знаю. Живу не совсем сегодняшним днем, но в ближайшем будущем, скажем так, пока много предложений и я не вижу смысла от них отказываться, потому что мне это и правда интересно. Сказала Щербакова в эфире Первого канала. Спасибо. 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 Спасибо.